Дорогие наши зрители, нам очень приятно по-прежнему встречать вас в нашем литературном салоне. Продолжаются наши воскресные встречи. И сегодня мы встречаем наших друзей, соседей, можно сказать, наших дорогих и любимых поэтов литературного объединения Театр Слова. Свою встречу они назвали «Весенние улыбки», но так получилось, что погода, наверное, сделала всем нам сюрприз. Долгожданная зима наконец-то наступила. Ну, ненадолго. А это, наверное, придает шарму какого-то нашей сегодняшней встречи, потому что на фоне зимы, белого снега у нас весна и улыбки. Поэтому приглашаю вас на сцену Елену Николаевну Крылову и, друзей, в микрофонах отверстие Театр Слова. День начался. И вот вы проснулись и быстро умылись, оделись, обулись. Надо немного от сна вам очнуться, навстречу пришедшему дню улыбнуться. Здравствуйте, дорогие друзья. У каждого из вас сейчас, наверное, свое настроение. У кого-то плохое, потому что вы устали, у кого-то грустное, у кого-то отличное, потому что день удачный. Мы очень рады видеть вас в этом прекрасном зале и постараемся подарить вам хорошее настроение, чтобы вы улыбнулись и озарили своей улыбкой все вокруг. Ведь не зря наше мероприятие называется «Весенние улыбки», несмотря на то, что за окном мороз. Пробуждением природы сердце распахивается к чему-то новому, неизведанному. Хочется общаться, откровенничать, слышать чьи-то ласковые, нежные слова, улыбаться прохожим и взамен получать ответную, доброжелательную улыбку. И все потому, что в душе поселилась весна. И манит пробуждение вновь, как непрочитанная книга. Весной пробуждаются все самые светлые, добрые чувства, которыми так хочется поделиться с окружающими. Ведь, как известно, радость, разделенная пополам, увеличивается вдвое. И поэтому сегодня откроем души мы свои для счастья и с каждым им поделимся из вас, чтоб на ваших лицах радость засияла, чтоб теплоту увидеть этих милых глаз. Подарим настроение и радость. Итак, свое настроение и радость вам дарят Николай Романович Жигарев. Добрый день. Весна. И солнце будто после сна, А по утрам еще морозы, Но как приветлива весна Нам машет веточкой мимозы. Как улыбается она, И сколько у нее азарта, А начинается весна Прекрасным днем, Восьмое марта. Мы дарим женщинам цветы, Мы дарим женщинам подарки, Мы исполняем их мечты И поцелуи наши жарки. И нам помощница весна, Снимая лишние одежды, Сближает, мирит нас она, Вселяет радость и надежду, И закипает в жилах кровь. И что не женщина, красавица, И в сердце просится любовь. И нам так хочется, Вам нравится. Несу. Я не знаю, что со мною было, Логика дала, похоже, сбой. Что-то разом, разом отключила, И как будто в омут за головой. Все, буквально все второстепенно, Лишь два сердца бьются в унисон. Рядом быть хотелось непременно, В этом состоянии, как сон. С чувствами не в силах разобраться, Не хватает мне на это сил. Я ведь и не думал целоваться, Я тебя на танец пригласил. А теперь, ворочаясь ночами, Я мешаю спать своей жене. И всю ночь, всю ночь перед глазами, Сон, который не приснился мне. Шалый ветерок. Молодая стройная осинка На опушке с видом на восток Загляделась на зари картинку И влюбилась в шалый ветерок. Ну, а тот листочки гладил нежно, Обнимал за плечи, песни пел, А потом вздохнул, махнул небрежно И к березке мигом улетел. Начал заплетать березке косы, Что-то ей шептать да целовать, Но ее он тоже вскоре бросил. Ветерок не может не летать. Закрустила юная березка, А осинку пробирает дрожь. Ветерок, какой ты несерьезный, Ветреный, ну что с тебя возьмешь? Ну и немножко так о себе. Роль. Вся жизнь игра. Играем роли. Кто принц, кто нищий, кто король. А выезжая на гастроли, Играем и чужую роль. А жизнь комедия и драма, И фарс, и легкий водевиль. Судьба изменчивая драма, Меняет все. И жанр, и жанр, и стиль. Порою как-то незаметно, Порою резко, больно, зло. И мне по всем моим приметам, А с ролью как-то не везло. Кто в этой пьесе, я не знаю. Ни принц, да и ни король. И гложет мысль. А вдруг играю эпизодическую роль. Ожидание. Вино в бокале, А цвет рубин. Я не попали, Но я один. Для розы белой Хозяйки нет. И в чем же дело, Ищу ответ. Вино в бокале, Который час, Тебя нет в зале, Закат погас. Смотрю с надеждой На телефон, Но как и прежде, Безмолвен он. Вино в бокале, Горит хрусталь, Часы устали, Ронять печаль. Для розы белой Хозяйки нет. Эй, кто там смелый? Включите свет. На столе свеча На столе свеча На душе печаль. За столом сижу, Вью горячий чай. За окошком ночь, С неба льет вода, Ветер озорной Спутал провода. Я к тебе пришел, Полем наугад, И не повернул, Вымокший назад. Отчего же ты Вдруг не рада мне? Позабыла, Что львеча при луне, Говорила, Что хорошо со мной. Тут я разглядел Плащ в углу чужой, А под ним стоят Друга сапоги, И теперь мы с ним Вроде как в раи. Не добивший чай, Полем наугад, Друг мой, Не серчай, Я уйду назад. Итак, Немножко от лица девушки. Рядышко, Шелест дождя по лужам, Хлюпанье мостовой, Как ты сейчас мне нужен, Как хорошо с тобой. Плащ твой меня укутал, Греешь своим теплом, Как хорошо хоть минуту Так вот побыть вдвоем. Слов никаких не нужно, Лишние здесь слова. Слышишь, Как бьются дружно, Рядышко, Сердце два. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Весна освещает все вокруг Своей милой и теплой улыбкой. И мы не устаем удивляться Ее умению подчинить себе Все живое, Вовлекая в радостный И волшебный круговорот красок. И сегодня Свой круговорот красок И чувств Вас вовлекает Галина Дмитриевна Лойко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь сегодня уже говорили О погоде, О неудачной. Поэтому начнем Со стихотворения «Ветер». Растрепала ветром Мою душу Странная субстанция Душа. Никогда не знаешь, Что разрушит, Что построит Память вороша. Этот ветер Задает вопросы, Странные сомнения Бередит. Расплетает он Березкам косы И в трубе Настойчиво гудит. Мелкий мусор И сухие листья Вовлекает В свой круговорот. Треплет Наше чувство, Души, Мысли, Но отчью-то душу Заберет. Над своей судьбой Мы невластны. Что отнимет, Что придет Взамен. А пока Отчаянно И страстно Дует ветер, Ветер перемен. Натюр. Это было когда-то, Это было давно. Разливал ты в бокалы Молодое вино, В спелых ягод, Черешни Вкус Запомнился мне. Луч Июньского солнца Отражался, Жизнь диктует. Жизнь диктует сюжет, Но звучит неизменно Наш красивый дуэт. Кто же правит судьбою? Марс, Юпитер, Сатурн? Дирижер неизвестен, Но прекрасен Ноктюрн. Никто не знает Нашей жизни Срок, Когда померкнет свет В очах И в сердце. О, как же хрупок Маленький росток, Ворвавшись в мир, В его лучах согреться. Никто не знает, Сколько лет И льдней Продержится любовь, Тоска И нежность, Когда ее рука В руке твоей Хранит тепло, Покой И безмятежность. Но как же всем нам хочется Порой Продлить мгновенье Жизни быстротечной. Песчинки мы Пред нашу судьбой, И ничего здесь Не бывает вечным. Уходят в бездну Близкие, Друзья, Любимые И сердцу дорогие, И ход событий Изменить нельзя. Нам не подвластны Помыслы Мессии. Когда ее рука В твоей руке, И ты не знаешь, Кто исчезнет первым, И чья звезда Зажжется вдалеке В том звездном мире Диком и безмерном, Прижми ее к груди, Не отпускай. Согрей ладони Пламенным дыханием, Пусть ужин не готов И стынет чай, Но вы вдвоем Пред целым мирозданием. Небеса заолеют Над землей полусонной, Упаду на колени Пред святою иконой. Ты прости меня, Боже, Коли я виновата, Мысли душу тревожат Предвкушение заката. Боже, Ты жемчугами небеса Разукрасил, Месяц над головами Молчалив и прекрасен. Не могу надышаться Этим воздухом дивным, Как печально прощаться, А мечтать так наивно. Возвращаю смиренно Все святые подарки. Промелькнула мгновенно Жизнь птицею яркой. Позабудется голос И не вспомнится имя. Наливается голос Зернами золотыми. Я всегда ощущала Твою твердую руку, Но порой возражала, Отвергала науку, Бунтовала, металась, Волновалась и билась, Из оков вырывалась, Быть свободной стремилась. Ты хлистал меня больно И судил меня строго. Мне казалось невольно Слишком трудной дорога. Может, я не пригожа, Может, много грешила. Ты прости меня, Боже, Ведь тебя я простила. Ну и что-то более радостное. Наступит утро В ласковой эстоме, Поймает взгляд Паскливая ненастья, Ты протяни дождю Свои ладони, Не расставайся С ощущением счастья. Иди по жизни С легкой улыбкой И, предвкушая крылья За спиною, Не бойся совершать Свои ошибки. Ведь это важно Быть самой собою. Когда судьба Безжалостна и строго Швыряют под ноги Тебе на пасти, Не принимай, Иди своей дорогой, Не расставайся С ощущением счастья. Ласкают душу Светлые мгновенья, Ты посели их там Напостоянно, Ты береги их До самозабвения, В жестоком мире Фальши и обмана. Любуйся красками На невосклоне, Когда утихнут Все дневные страсти. Ты свет звезды, Поймай свои ладони, Не расставайся С ощущением счастья. У нас последнее стихотворение, Написанное другом. Сбереги его судьба На путях твоих жестоких, В водах мутных и глубоких, У позорного столба, У обрыва на краю, От болезней неминучих И в лесах твоих дремучих Выведи его к жилью. Разобраться помоги С лицемерием и ложью, Где пути, Где бездорожье, Где друзья, А где враги. Коль кошмарным будет день, Обними его за плечи, Подари спокойный вечер, Отведи беду и тень. Оступиться не позволь На ухабах и на кочках, Там, где жизнь готовит точку, Успокой печаль и боль. Утешение приготовь Для души многострадальной, В час отчаяния печальной, Подари ему любовь. Это тихая мольба, Долети к владеньям Бога, Освети ему дорогу, Сбереги его судьба. АПЛОДИСМЕНТЫ Весной все чаще нам улыбается солнышко, Природа оживает. И вы уже заметили, Что на сирене почки набухли, Начинают распускаться, да? А вместе с природой Оживают наши чувства. И неудивительно, Что весной особенно хочется творить, Художникам рисовать изумительные пейзажи, Поэтам писать удивительные стихи. И глядя сегодня в зал, На ваши добрые лица, Хочется сказать каждому из вас, Милый друг, улыбнись, Пусть в задор в глазах сияет, И приятно удивляет Наша будничная жизнь. И сегодня хорошее настроение Вам дарит Анатолий Андреевич Клепов. Гитарист выучил три аккорда, Но чувствую, что пора На большую сцену выходить, И вот я здесь. Это будут, скорее всего, стихи Под перезвон Моих вот этих неловких аккордов. Всего лишь. Одинок в плащ И шляпу я из фетра, Я к ней привык, Я шляпою горжусь, И если на дворе Не будет ветра, Не рушит. Я взад-вперед, По улице пройдусь, Когда иду, Возможно, кто-то видел. Поход коне Всегда моя тверда, Я, если даже Очень сильно выпил, Не потеряю шляпу никогда. Кому фуражка, Кому берет, Но лучшей шляпы Поверьте, нет. Люблю я шляпу, Я ей горжусь, И в ней просыпаюсь, И спать ложусь. Нашу я шляпу Не для форса и пиара. Пусть может, Но зато, Когда я в ней Иду по тротуару, Меня приветствуют Водители авто, А шляпы млеют И брюнетки, И блондинки. А на меня Бросают взгляды вскользь, Приду домой, Смахну с нее пылинки, Повешу на забитый В стенку гвоздь. Кому фуражка, Кому берет, Но лучшей шляпы Поверьте, нет. Ношу я, В ней просыпаюсь, Я поутру Родился в шляпе И в ней умру. Косит всех китайский вирус Без разбора от и до. У людей уже на минусы Покатилось лебедо. Может, правильно либидо? Суть не в этом, Ё-моё. За державу мне обидно, Очень больно за нее. Проявляются симптомы, Чешется спина и нос. Врач поведал мне знакомый, Что дать дуба – Не вопрос. Медицина здесь бессильна. Нет лекарств, Масок нет, Только бабка Ефросинья Вылечит болезнь в момент. Точно, Я проверил лично, Ефросинья даст ответ. На костях гадает Тичих, Будешь жить ты Или нет. Плюнет под ноги Три раза Покрути вокруг оси, Скажет вам, Ушла, Зараза, Не вернется, Не проси. Даст волшебного напитка, 200 грамм И огурец, И прошмакает с улыбкой, Вирус сдох, Ему пипец. За рубли Продаст лекарства, Закрепился, Чтоб успех, Чтоб вирусоковарство Прекратилось Без помех. Что-то засвербило Печень, Разыгралась Мать-Ите, Вспомнил я, Что бабка лечит, Надо Снова к ней пойти. Поцелуй. Могу однажды Утром не проснуться, Мне неизвестно, Что там впереди, Позвольте мне Два раза Прикоснуться губами К вашей трепетной груди. Она в ответ, Здесь торг Вполне уместен, Успев при этом Блузку расстегнуть, Я разрешаю вам За 1200 Поцеловать Два раза Мою грудь. Щека небритая К ее груди Прильнула, Послышалась, Какая благодать. Мысль в голове У старика Мелькнула, Кармани пусто, Где ж мне денег взять? Он заявил ей, Что служил В разведке, Был окружен, Остался чудом жив, Награды получал, Причем нелетко, Что ветеран И льготу заслужил. Добавил он, Что в бой ходил, Рискуя, Контужен был, Простреляна нога, За этих два Коротких поцелуя Не будет ей платить Он нифига. Я ветеранов очень уважаю, Старик услышал. И хочу сказать, За подвиги Бесплатно разрешаю Еще два раза Грудь поцеловать. Товарищ мой стихов не пишет, Он в бизнес головой ушел, Чтоб денег было выше крыши, Жилось ему чтоб хорошо. Не дружит с Ямбом И Хореем, Чужую прихватив жену, На пляже в Сочи Пузо греет. Я в огороде спину гну, В маркетинге не разбираюсь, И в бухгалтерии я нуль, На старом велике катаюсь, Он в Мерседеса крутит руль. Коряво я владею слогом, Но регулярно, Через день, А он уходит от налогов И барыши уводит в тень. Властям товарища не сдам я, И на него не настучу, И пусть я без образования Стихи писать мне по плечу. Что делать? Друг стихов не пишет, Я не в обиде на него, На ладан бизнес его дышит, А у меня стихов вагон. Пойду, когда наступит вечер, Хлебну в вина, Ядрё на мать, На поэтическую встречу Свои стихи бомжам читать. Автобус. Взять штурмом утренний автобус, Не повернуться, не вздохнуть. А вот и он, нежданный бонус, В меня уперлась чья-то грудь. Упругих два горячих шара, Могу сказать вам тет-а-тет, Автобус штурмовал недаром. Тогда мне было двадцать лет. Я всё же дрогнул, Дал слабинку. Поскольку ехал в те в сноте, Украдкой глянул на ложбинку, Что убегала в декольте. Под блузкой что-то колыхалось. Когда автобус нас качал, Она ехидно улыбалась, А я застенчиво молчал. Свернули резко мы налево, А так как мчались во всю прыть, Пришлось её изгибы тела Мне стиснув зубы повторить. Потом трясло нас по брусчатке, И мне подумалось тайком, Что мог бы ехать до Камчатки. Я в положении таком. Я кое-что здесь приукрасил. Понятно это и ежу. Признаюсь вам, Меня колбасит, Когда в автобус я вхожу. Ветер свежий, Солнце ясно купал, Небо голубое, Не напрасно конь Гривастый разыгрался подо мной. Знает конь дорогу к дому, День и ночь готов скакать. Не догнать меня любому, Даже пули не догнать. На дороге пыль клубится, Степь ковыльная вокруг. Мчимся мы с конём в станицу, Повидать своих подруг. Ждёт меня казачка Галя, Только Галя не одна, Таня, Света, Лена, Аня И ещё десятка два. А коню не надо столько, За него сказать могу, Ждёт его кобыла Зорька, Что пасётся на лугу. Отдохнём с конём мы дома, Куралесия вовсю прыть, И поедем с эскадроном Нашей родине служить. И первые птичьи трели, И первый полёт бабочки, Рождаются первые весенние мечты, Необычные стихи, И красивые, весёлые песни. И сейчас с вами делится с песней, С любовью и нежностью Наша вокальная группа Родные просторы, Тоже не судите строго, Они у нас любители, Не профессионалы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Ну, сейчас вам споем, тоже не суети срока, конечно, казачью песен «Танк за доном». Смешивайте. Музыка Расставалась казачка с парнем Черночугом Расставалась при луде в поле у Ростова Обнимала на ветру парня молодого. Утишал казак казачку, на коня взлетая, Ты не плачь, не плачь, по мне, моя дорогая. Ой да, 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 ты не плачь, не плачь, по мне, моя дорогая. Ой да, 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 ты не плачь, не плачь, по мне, моя дорогая. Ты не плачь, не плачь, казачка, по мне, моя дорогая. До свидания, милый дом, синий дом широкий. Ой да, 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 Ой-да, ой-да, до свидания, милый дом, сей недом широкий. Руководит у нас родными просторами Вера Афанасьевна Захарова. 54 года отдала педагогическому труду. Ну, глядя на Веру Афанасьевну, мне хочется, чтобы я в этом возрасте была такой же, как она. Активный, интересный, да, Вера Афанасьевна? Мы все с нее берем пример. Возраст называть не буду, возраст женщины как бы не называют, но... Можно, да? 82 года, да, Вера Афанасьевна? Да, это вот, они при нашей библиотеке пришли, попросились, вот они организовали вот такую вокальную группу. То есть на пенсии жизнь не заканчивается, а только начинается. А вы знаете, что когда мы улыбаемся, наш организм посылает в мозг сообщение «Жизнь прекрасна». Держитесь подальше от депрессии, стресса, беспокойства, улыбаясь. Улыбка, она ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ее дарит. Она длится мгновение, а в памяти остается навсегда. Никто не богат настолько, чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, который не стал бы от нее богаче. Она создает счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности и служит паролем для друзей. Она вдохновение для уставших, дневной свет для тех, кто упал духом, солнечный луч для печаленных, а также лучшее противоядие от неприятностей. И, тем не менее, ее нельзя купить, нельзя выпросить, нельзя одолжить, не украсть, поскольку она сама по себе ни на что не годится, пока ее не отдали. И сейчас вам свою улыбку отдает Галина Иванова. Мы так долго ждали зимы, что ее уже ждать перестали. Я прочту стихотворение, которое я написала для своей дочки в прошлом году, Когда действительно выпал первый снег, как обычно, это какое-то таинство, это какое-то волшебство. Меня мама вдруг позвала. Дочка, посмотри в окно. Все укрыто одеялом, все вокруг белым-бело. Пятерок затих, играя на тропинке завиток. Снег березку пеленает в белый шелковый платок. Мама, мама, пойдем скорее, мы на улицу гулять. Что ты, дочка, вечереет, мы не будем там мешать. А чему мешать не будем? Волшебству, сказала мать. Вдруг деревья мы разбудим, им же тоже надо спать. Поняла, зима настала, это мамин хитрый ход. Лягу спать, зимну устала, значит, скоро Новый год. Весна в прошлом году, как-то тоже наступила, очень рано, и все не верили. Нет, говорили, это еще не все, это еще мороза будет, как и может быть нынче. Нет, зима обязательно придет, она еще будет, вы еще узнаете. Я не верю тебе, вот и все. Говори нынче мне, что ты хочешь, я не верю. Не верю еще. Ты ведь голову людям морочишь. Ну и что, что прогнала ты в югу? Ну и что, что умылась дождем, и свою дорогую подругу растопила ты солнечным днем? Видела, прилетели грачи, слышали, зазвенели ручьи. Знаю, что солнышко раньше встает, знаю, что скоро лето придет. Все равно я не верю тебе. Я не верю. Слишком рано открыла ты дверь. Я чуть-чуть подожду. Я поверю, когда в дом постучится апрель. Распахнутое Насте шагном, врывались птичьи звонкие дрели. Утро запахом белой сирени, прикоснувшись, куда-то ушло. Ты смотрел, как я тихо спала. Я боялась, что дрогнут ресницы, что проснусь случайно сама. Ведь разбудят меня эти птицы. Лучик солнца скользнул по стене. До меня хотел дотянуться. Ах, как хочется, хочется мне сквозь ресницы тебе улыбнуться. С добрым утром мне губы шепнут. Я ведь знаю, давно ты не спишь. Ведь не спишь. И меня упрекнут сквозь ресницы. За мною следишь. Я открою глаза, улыбнусь. Разгадал ты меня до два счета. Поцелуем нежно коснусь. Ах, как жаль, что пора на работу. Это стихотворение о природе называется «Поазелье». Все мы знаем, наша Смоленская область очень богата красотами природы. Все мы ее понимаем, ценим. «Поазелье». Встречай, родная сторона, В объятиях твоих со мной солнце и луна из всех красот земных. Как воздух ласково пьянит природа и душа, И, окунувшись в малахит, стою я чуть дыша. А за деревьями вдали виднеется в рассвет, рассвет. И мы с тобой не одни встречаем здесь рассвет. Лопочут листья, заходи, и слабый ветерок Тебе немножко подтолкнет и спрячется в лесок. И душу жадно захватив под сводами листвы, Прошу тебя, не отпусти, побудь со мною ты. Дорожка вниз, овраг, ручей. Что встречу дальше я, пьянею от твоих очей. Здесь родина моя. Хочу я слышать тишину, купаясь в березе. И жизнь прожить здесь не одну, в центральной полосе. Здесь небо сверху и внизу, в озерных зеркалах. Позволь вас петь твою красу, быть у тебя в гостях. Я полголоса песню спою на пороге рассвета. Ты накинешь на спину мою уходящее лето. Ветер скоро задует костер, звезды в небе померкнут. А туман свой раскинет шатер уходящего лето. Ветер скоро задует костер, звезды в небе померкнут. А туман свой раскинет шатер уходящего лета. В небе слышен клич журавлей, нам немного взгрустнется. Но печаль этих солнечных дней с нами все же остается. Вспыхнет облако ярким огнем и растает с рассветом. Я и ты, мы сегодня вдвоем, так споем же об этом. Вспыхнет облако ярким огнем и растает с рассветом. Я и ты, мы сегодня вдвоем, так споем же об этом. Я в полголоса песню спою, вспырекнетый волгогедедетом. Мне подаришь улыбку свою, озарив добрым светом. Не жалеет и несказанных слов, и неспетых сонетов. А жалеет и большую любовь уходящего лета. Не жалеет и несказанных слов, и неспетых сонетов. А жалеет и не сбывшихся снов уходящего лета. Аплодисменты 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 Ты не сможешь сойти на перрон, И за поездом мчится вагон. Пролетают леса, города, Пролетают дни, недели, года. Ах, как хочется вернуться туда, Где в один конец стоят поезда. Только дождик все сильней идет И все чаще уснуть не дает. Аплодисменты 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 Сяду на коня, уходи, туман, не порожь меня, уходи, туман, за околицу, я помчу в зарю свою конницу. Суд, услышь меня, солнце красное, седина Руси, не напрасная, не напрасно ноженьки спутаны, не напрасно болью окутаны. Поднимись с колен, обними меня, припаду к тебе, я ведь дочь твоя, ты лети, мой конь, да не спотыкнись, В алую зарю с гривой окунись, отряхни туман, загляни в дома, там ты Русь найдешь, там живет она. Запороженный туманом улицы дома, запороженный седою стала голова, Быстро я река, да глубокий бровь, кто ответит мне, где же Русь живет. Моя следующая будет песня Юлия Южелевская, но она веселая, создает настроение. Пооткралась ночь, и свет померк, и нет ни спичек, ни свечин, А звезды бог еще в четверг займил палату, отключил, и до метро в кромешный мглен. Пешком придется мне идти, другое дело на метле, летать по Млечному Пути. Бывала на метле одна, каталась я, как и на такси, крутилась полная луна. Всю ночь вокруг моей оси, эх, полетать бы мне сейчас, Да свет на небе не горит, а в темноте не ровен час, Влетит шальной метеорит. Я своей грущу метлем, но скоро денег накоплю, И ступу марки «Шевроле» себе по осени куплю. К чему мне звезды и луна? Я просто дальний свет включу, кататься прямо из окна. На новой ступе полечу, к чему мне звезды и луна? Я просто дальний свет включу, кататься прямо из окна. На новой ступе полечу. Улыбнулись, да? А вы знаете, что корейский дизайнер Ким Джун Ву изобрел будильник, чтобы выключить который, нужно просто улыбнуться. Чем шире улыбка, тем выше вероятность отключения будильника. Начни день с улыбки, и все вокруг изменится. Соседи улыбнутся в ответ. Прохожие подумают, что у вас праздник, и тоже подарят вам улыбку. Друзья порадуются вместе с вами хорошему настроению. Дарите улыбки окружающим, и ваш день будет добр и полон счастливых минут. Ну, а мы улыбаемся вместе с Юрией Радченко. В нашей жизни немало сюрпризов. У витринного стоя стекла. Вдруг смотрю, вот идет Монализа, из известной картины сошла. А куда мне небритая морда и под ежик остриженный я? Подошла, улыбнулась Жаконда. Сразу понял, она не моя. Каждой женщине сотни капризов. И еще я скажу, много бед? Я спросил, как зовут? Просто Лиза, говорит, улыбаясь в ответ. И она с кругозором не узким, а я с первого взгляда влюблен. Сдуру взял, рубанул по-французски. Непривычное слово. Пардон. Что со мной? Я погиб, ошарашен. Что мне делать? Откуда мне знать? Я недавно, мол, в городе вашем. Не могли бы вы его показать? И несу ей какую-то неболь. Сам не знаю, что делать, как быть. Она мне. Купила я мебель. Не могли бы помочь погрузить. И еще, говорит, для порядка. Извини, мол, мужик. Выручай. В мой карман положила десятку. Улыбнувшись, сказала. На чай. Мне совсем этих денег не надо. Красоту я и нежность ценю. А любви той, что с первого взгляда, тот червонец, как память, храню. Фиолетовый рассвет. Успокоиться не советуй мне. Очарован я, что здесь плохого? За окошком рассвет фиолетовый. Никогда я не видел такого. И тепло после зимней стужи. Звуки дальние рядом слышатся. Отражается небо в лужах. По-весеннему легче дышится. Успокоиться не советуй мне. И не тронь мою душу в глаголами. За окошком рассвет фиолетовый. И березки стоят полуголые. И весна, и природа движения. И сегодня, как раньше, мечтаю я в лужах видеть твое отражение. Обнимая березку саталию. Веселее и теплее от этого. И мне кажется, что все исполнится. Необычный рассвет фиолетовый. Он кому-то надолго запомнится. Отсчитаю часы, две минуты на старом вокзале. Пролетит скорый поезд, ему остановки тут нет. Про себя повторю. Уезжаю, куда уезжаю. На гитаре сыграю, спою, недобетый куплет. Скорый поезд прошел так, что стены вокзала дрожали. Электричка спешит, и народ повалил на перо. Будто камень из души я смотрю. Ни один уезжаю. И народ впереди с чемоданами прет напролом. Далеко не плоскарт, и в вагоне здесь дымно и тесно. И я тяжелую сумку на пол опускаю из рук. И тихонько в углу сяду я на знакомое место. Нацарапал здесь кто-то известное слово. Трех букв. Отскрипели завесами старые двери вокзала. И уже в никуда отошла суета. Молодая попутчица мне ничего не сказала. Улыбнулась лукавая краешка мута. Отсчитают на старом вокзале часы две минуты. Полетит электричка за скорым в далекий туман. И попутчица стоя в окошко помашет кому-то. Сядет рядом и молча откроет. Любовный роман. Стихотворение написано на стихотворение нашего замечательного сафоновского поэта Семенова Сергея Александровича. Я словами тебя не трогал. Я словами тебя не трогал. Объясниться в любви не смог. Видно разные нам дороги. В этой жизни отмерил Бог. Извини, что я был несмелым. К сожалению, который раз В той березовой роще белой Соловьи поют не для нас. И носила меня по свету Но туманные вечера Где-то в светлой душе поэта Ты, как муза моя, жила. В день ясный или в дождливый Сердцем раненым Был с тобой Ты склонялась Лакучей ивой Светлым солнышком Над рекой. Я словами тебя не трогал. Но теперь Через много лет С той середины Что у дороги Наломал для тебя Букет. Уже из любовной лирики Проводи меня в рай Мы дождемся с тобой Когда солнце За лесом утонет И отступит жара Словно жемчуг Росу собирай Я тебя обниму И коснусь твоих Легких ладоней И, конечно, потом попрошу Отведи меня в рай Будет пить соловей Заглушать твои нежные стоны Будем тихо шептать Мы шальные слова о любви Только я сейчас жду Когда солнце за лесом утонет И своими ладонями Грею ладошки твои Я из рая уйду Как всегда Как обычно Под утро Если только рассвет Да если только заря на пыля Поторопит рассвет Я оставлю тебе Незабудки Букет на подушке Для себя, для души Береги этот скромный букет Я пойду напрямик Пусть то сам не ложится на плечи Если только не дождь Если только не грянет гроза Не прощаюсь с тобой Это милое А значит до встречи Чтобы ты поняла Нам совсем расставаться нельзя Мы рассвета с тобой не встречали Не ласкал даже руки твои Не понять что в конце Что в начале Так зачем умирать от любви Так зачем убиваться и плакать О любви говорить просто так Или я деревенский лапость Или я деревенский дурак Никогда не пойму в чем дело Не найду свой душевный покой Где моя сумасшедшая вера Где моя неземная любовь Ты смеялась А дождик плакал Ты смеялась И гром гремел Сколько девушек я перелапал Сколько женщин я заимел И когда ты поймешь Мне вначале суждено умирать от любви Или боги нас обвенчали Или черти нас вместе свели Как сказать тебе Все от бога Как сказать тебе Ты не моя У тебя есть своя дорога У меня дорога своя Сколько выпито Сколько сказано Угадай сколько вылита слез О любви говорить заказано О любви говорить всерьез Где не найдено Где потеряно Где валялась моя душа О любви говорил уверенно О любви говорил не спеша Где не найдено, где потеряно, где пропало, уже не найти О любви говорил уверенно, о любви говорил по пути Ты смеялась, а дочек плакал, я смеялся и гром бремел Сколько в жизни сплошного мрака, расставаний и перемен Не задавай мне сложные вопросы Сколько я сена летом накосил, чем занимался в пору сенокоса Я человек сугубо городской, тебе отвечу тут же без запинки Корова сеновала мне на кой, нет с молоком проблем у нас в глубинке Стихи на сеновале и воржи читать не стану, их я знаю много Давай с тобой пойдем за гаражи, ручей там и железная дорога Начну немешко я тебе стихи читать, смелей бываю, выпив самогона И скорой вновь в Калининград чита И нам опять помашут из вагона Взорвет колесный грохот тишину, сведя к нулю мою неутомимость Но ты же не расскажешь никому, что вновь у нас с тобой не получилось В народов объятия и рукопожатия и жесты могут означать совершенно противоположное И только улыбка всегда имеет одно и то же значение В цитатах и афоризмах про улыбку очень верно подобраны слова о том Насколько наша жизнь станет легче и приятнее, если мы не будем прятать наши улыбки Смейся чаще, люби больше, проживешь намного дольше Вы не полностью одеты, если на вас нет улыбки, имейте в виду Не ищи повод для улыбки, улыбнись и передай другому Есть люди, которых улыбка делает до неприличия потрясающими Так давайте мы будем до неприличия потрясающими вместе с Людмилой Виноградовой Это просто жизнь В нашем музыкально-поэтическом десанте есть один прозаик Это я Но моя история не выдумка Это мои ощущения, мое состояние души И я очень верю, что тот лучик света, который зажгли в ваших душах стихи и песни моих друзей Только усилит его, и он засияет еще ярче Вчера перед полуночью пошел дождь Он стучал по подоконнику, шумел и проказничал Казалось, что это встречаются друзья-дождинки Которые давно не веселились, не врывались на свободу И вот она, долгожданная встреча Веселье бьет через край Именно в такие минуты, когда дома тихо, а с окном весело болтает дождь, так хорошо думается В такие минуты ты можешь побыть наедине с самим собой Человек устает от радости, внимания, заботы, разговоров Ему надо отдышаться и подумать В такие минуты ты можешь побыть... Возможно, вы меня не поймете А ведь такое чувство приходит с годами В такие минуты открывается память молодости Может, вернул к ней комментарий, к моему фото Одной знакомой женщины по сайту Она дала мне бесцеремонный совет Сменить главное фото Может, мол, у меня есть и лучше Я, конечно, поблагодарила А подумала вот что В начальной школе я была похожа на гадкого утенка Ручки-вермишелинки, ножки-макароминки Косичка, которая почему-то всегда сплеталась Высокая и очень худенькая Выделялись только глаза, которые казались просто огромными Я была доброй и активной девочкой Старалась всегда всем помочь За всех решить их проблемы Участвовала и в самодеятельности И в спортивных соревнованиях И в чемпионатах по шашкам и шахматам А еще при этом умудрялась выпускать школьную газету Но красавицей я не была И закала не любила Именно в это время мне попала в руки Книга стихов Николая Заболоцкого Меня проразило одно стихотворение Словно оно было написано про меня Называется «Некрасивая девчонка» Я читала и перечитывала его много раз И замечательные слова в конце стихотворения И если так, так что, то что и есть красота И почему ее обожествляют люди Сосуд она, в котором пустота Или огонь, мерцающий в сосуде Стали моим жизненным девизом Я решила тогда Если сосуд я не кудышный То тогда быть мне огнем Наверное, получилось Потому что от мальчишек отбоя не было Все хотели со мной окружить И под успокаивающий шум дождя Я приняла решение Не менять главное фото Я осталась такой же, как и была И для того, кто помнит Во мне и затагуем Я сейчас буду самая красивая на сайте Вот такие забавные мысли Могут надеться в голове женщины При плохой погоде Еще одно, если позвольте Утреннее впечатление Раснулось от прикосновения Чего-то теплого и нежного Медленно, чтобы не спугнуть ощущения Разрепило веки И сразу же стало весело Так вот кто этот проказник Солнечный лучик Видно, совсем молоденький еще Вот и забежал И вот и забежал поиграть Как приятно Его теплое и нежное прикосновение Тепло пошло От кончиков носа По всему телу Которое, как сладкая вата Стало таять, таять, таять Сквозь щелочку Век посмотрел на часы Восемь часов пятьдесят минут Надо вставать Но так хочется понежиться И вот уже проснулись мысли Первая пончесовалась Что хорошо в объятиях Молодого лучика Ой, хорошо Отвечает вторая Вступает в беседу Третья Да, кто откажется От ласки и внимания Ведь автоматически Переносишься в свою молодость Сгасываешь с плеч Десятки лет И вот И уже готов На безумные поступки И опять любишь Вторая мысль Перебивает И тебе наплевать На жужжание Старых медлительных мух Ты смеешься И отмахиваешься От них Ведь ты счастлив Долго еще продолжался Этот диалог Первая слушала 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 И изрекла Миле, Емеля Твоя неделя О чем говорите? Где ваша нравственность И чистота Помыслов? И тут все хором Любовь и красота Спасут мир Спасибо, лучик Встаю с улыбкой Значит, день будет На краев наполнен Положительными эмоциями Я забыла Про свой возраст И снова лечу К звездам На крыльях Счастья И правда полетела Только не к звездам А в кухню Валить мужу кашу Улыбайтесь, друзья Улыбайтесь почаще И пусть вас сочтут Не совсем умными людьми Не переживайте По этому поводу Ведь недаром Старая пословица Утверждает По-настоящему Смеется лишь тот Кто остался в живых Если вы в плохом настроении Если вас обидели Или огорчили Воспользуйтесь Силой улыбки Даже если вас никто не видит Постарайтесь улыбнуться Чтобы показать себе самому Что вы выше всех трудностей Думайте, что вы Неуязвимы Бессмертны Вечны Подарите себе улыбку Как вы делаете иногда Проходя мимо зеркала Даже если ваша улыбка Будет немного вымученной Это все равно поможет Как только вы улыбнетесь Вы почувствуете себя В лучшем расположении духа А в хорошем настроении Вам легче будет решать Свои проблемы Ведь мудрость йогов гласит Не забывайте всегда искренне Улыбаться глазами И наполнять сердце любовью Это профилактика Всех болезней Когда вы печальны Сердиты Подавлены Когда вы плачете Или нервничаете Ваши органы Выделяют яды Но если вы счастливы И улыбаетесь Они производят Подобные меду Целительную жидкость Так что улыбайтесь Дорогие друзья А для вас Еще один музыкальный подарок От родных просторов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!